Когда члены сталинисты будут вешать к 9 мая плакаты с наглой рожей Сталина, надо вспомнить имена настоящих творцов нашей победы Георгия Эриховича Лангемака, Ивана Терентьевича Клеймёнова, Бориса Сергеевича Петропавловского, Николая Ивановича Тихомирова и других. Слава героям! 11 января годовщина расстрела Георгия Лангемака, одного из создателей легендарной установки залпового огня Татюша. Именно Лангемак изобрел реактивные снаряды к ней. Лангемака расстреляли в 1938 году за вредительство. Почему-то адепты культа Великой Победы не любят об этом вспоминать и не носят его портреты на шерствиях бессмертного полка. Вот такой парадокс. Самой Катюше ставят памятники, а создатель ее враг народа, которого товарищ Сталин правильно расстрелял. Лангемак наш земляк родился в Старобельске Луганской области. Поскольку создатель Катюши не входил в число правильных дедов, то до недавнего времени на просторах бывшего СССР не существовало ни его памятников, ни улиц его имени. Все знают Калашникова, но почему-то никто не знает Лангемака. Только в 2016 году при переименовании улиц Старобельске одну из декоммунизированных улиц назвали в честь Георгия Лангемака. Да-да, те же самые фашисты-бендеровцы вспомнили про создателя Катюши и увековечили его имя. А антифашисты, которые бьются в многобесных припадках каждое 9 мая, почему-то не увековечили. Уверен, что эти все любители попрекать воевавшими дедами даже фамилии такой не слышали. И считают, что Сталин лично Катюшу изобрел. А вот, пожалуйста, ознакомьтесь со свидетельством по его указу, его императорского величества, Георгий Эрихович Лангемак. Харьковская духовная консистория. Вот видите, вот, пожалуйста, связи с Харьковом мы нашли. И Катюшей. 1916 год, смотрите, вон написано. Харьковская духовная, что-то такое. В этот период Лангемак ввел переписку с Циолковским, размышляя о невоенном применении ракет, о возможности использования их в космонавтике. Представляете, он ввел переписку с самим Циолковским. Пуля в затылок, посланная палачом Блохиным, оборвала жизнь конструктора Лангемака. Вышибая мозги Лангемаку, пуля дура убила не только его, но и тысячи солдат, в жизни которых могли бы сберечь изобретение Лангемака. Что тут можно добавить? И трудно представить, насколько это убийство отдалило освоение космоса. Вклад Лангемака в создание Катюши был решающий. К моменту своего ареста он довел до ума или создал более 200 видов снарядов всех мыслимых типов, начиная от осколочно-фугасных, заканчивая осветительными. В это число входили и все те снаряды для реактивной артиллерии, которые потом использовали со временем войны. Создана была и установка, направляющая на автомобили, предназначенная, правда, для химических снарядов с небольшой отдачей. Для 132 снарядов Катюши установку нужно было немного доделать, как выяснилось во время полигонных испытаний в 1940 году. Инженеры нашли решение этой задачи буквально за ночь, начертив новые направляющие. В общем, на момент ареста Георгия Эриховича все было готово на процентов 95. Признание гения. Вот только реабилитация не означала признание заслуг Георгия Лангемака. Одно дело расстрелять человека по ложному доносу, другое – расстрелять конструктора. Всем известной Катюши. Только в 1991 году Георгий Эрихович Лангемак был официально признан главным сознателем реактивного миномета BM-13. И даже получил звание Герой социалистического труда. Посмертно. Позорище. Почему правительство тех лет решило расстрелять конструкторов, выковавших оружие Победы? И только ли они были создателем Катюши? Читайте в материале M24.ru. Чтобы разобраться в непростой судьбе создателей, Сначала вспомним, какую роль сыграла установка в Великой Отечественной войне «Катюша» или реактивный миномет на базе грузовика ЗИСЕ-6 Студеберка US-6. Была принята на вооружение Красной Армии 21 июня 1941 года. Оружие представляет собой реактивный снаряд и пусковую установку, состоящую из направляющих. Рельс. Снаряд разгоняется по направляющей при контакте с землей, взрывается. За время войны было выпущено больше 10 тысяч установок, которые воевали на многих фронтах. Позже Катюши приноровились стрелять практически прямой наводкой, выбивая немцев из руин Берлина. Работы по созданию ракетного оружия в Советском Союзе начались уже в 20-е годы. Этим занималась группа под руководством Георгия Лангемака. И в конце 1933 года в Москве появился первый в мире реактивный научный исследовательский институт, также известный как НИИ-3. Успея Георгий Эрихович завершить свои разработки, мы бы сейчас осваивали систему Юпитера. А на Луну летали бы, как мечтал Королев, по профсоюзным путевкам. В середине 30-х годов Лангемак заканчивает расчеты ракеты и траектории полета к звезде Эпсилон Ориона, около 800 световых лет от Солнца. В 1936 году Лангемак провел расчеты для выхода в четвертое измерение. В эту работу он показал своему хорошему знакомому писателю Михаилу Булгакову, под впечатлением отрочительного Михаила Афанасьевича, заканчивая сцену Бала в романе «Мастер Магарита». Все эти расчеты и вообще все свои основные результаты в прикладном и теоретическом ракетостроении Лангемак, видимо, уже предчувствуя сгущающуюся атмосферу тотального государственного террора в СССР, зашифровывает и прячет. Этот архив ученого до сих пор не обнаружен.